смотрите да 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 все верно через 1434 давайте через час 30 тире час 37 я уже буду у вас ну соответственно с грузом да да я потом уже на ленинский еду все супер все 7 павлович спасибо так ребят у меня доставка на доставке я просто уже я не знаю я скоро вскроюсь но мне вам надо блин подгонять какой-то контент да потому что есть какие-то обязательства но у меня нет работодателя давно грубо говоря это вы потому что я на вас работу вот поэтому сейчас реже потому что ребят я вечно на доставках все дим времени не теряем заряжай вставочку мои вот эту вот на черном фоне приятного просмотра дорогие ну ты понял давай приятного просмотра дорогие зрители друзья всем привет вы на канале женик и сегодня с вами тот самый доставщик педро который будет смотреть от начала то есть от сих до конца то есть до сих супер мам что хотелось бы отметить я врать не буду не люблю все держать я недоволен недоволен тем что вы очень не активно ставили лайки на первой серии многие могут сказать ну и что-то там серия скучноватая ну как-то трэша нет а я вам еще поставщик трэша и этой веселухи какой-то 300 чем-то тысяч просмотров ну ладно да я поставщик веселухи если честно но не трэша уж точно поэтому будьте добры как я сто раз говорил лайк поставить 300 плюс тысяч просмотров 22 тысячи лайков и вот я ныл ныл в телеграме который кстати находится по ссылке в описании и вы наставили там почти под 30 но ребят уговор был 33 и почему я сел в итоге снимаете потому что 450 тысяч за день набрали на беременную штат спасибо большое тут как бы уже не поноешь плюс видос с моим этим ожирением блин нахрен понабирал блин туда-сюда в общем ладно не буду конечно сильно в это углубляться 30 тысяч лайков давайте понижу специально для вас лентяи конечно это ж но это это вот раз поставить лайк но я понимаю что это тяжело поэтому извините по ссылке в описании также можете найти мерч самый замечательный приятный прилегающий к телу делающий вас невероятно красивыми скоро новый дроп а я предлагаю начинать поэтому желаю всем приятного просмотра самых-самых-самых-самых-самых позитивных и братца добра улыбок и т.д. с вами евгений достовисто ну что ребят поехали начинаем итак сегодня в супермаму заходят мамы из москвы ароматерапевт ольга крапивина свежим на самом деле память потому что ну лучше освежить просто уже больше недели наверно прошло для меня это вообще кошмар до сих пор в такой эйфории что меня тошнит не пускает детей в личное пространство ты тут как в отдельном мерку там детскими мерку вы где я в мерку в отдельном здесь здравствуй ну слов некрасивый мастер коллекционных кукол марина прахова а знаете освежил я память достаточно это просто час 7 лет будет перечисление всего что было плюс 9000 спойлеров в смотрим отсюда дети за самое страшное что может быть сегодня соперницы отправляются в гости к самопровозглашенной королеве батл королевы батлов я просто напоминаю что батлы были популярны в инстаграме в 2000 19-20 я думаю все то есть 21 уже никто не батлился вообще но если кто-то батлился то я не знаю кто анастасия кожанова 27 лет родилась в городе маршанск тамбовской области 16 лет переехала в подмосковье город щелково окончила щелковский колледж по специальности парикмахер семь лет я работала парикмахером а теперь я ушла в декрет и я делаю все возможное чтобы не вернуться к этой профессии щеки это стиль у меня там просто мины на пол экрана алё щекастый да слушаю два года назад настя начала развивать свои соцсети на сегодняшний день у нее уже 10 тысяч подписчиков я всякие приколюхи начала снимать там свои безумные танцы показывать потом я начала расти набирать аудиторию и мне теперь это очень нравится я этим живу я королева батл с помощью интернет понял так крышечку закрываем аккуратненько все поехали это настя не только планирует стать сказочно знаменитой но и уже нашла себе мужа пять лет назад в интернете настя познакомилась с будущим супругом евгением уже четыре года пара в официальном браке евгений работает фармацевтической компании гранулировщиком четвертого разряда мы с ним мечтаем что у меня будет большой блок я смогу оттуда зарабатывать мы с ним не будем работать мы будем с ним только путешествовать снимать вместе какие-нибудь контенты и просто будем счастливы какие-то контенты для меня на самом деле знаете удивляет вот вроде как она уже какое-то время снимает должна понимать как это работает но при этом она умудряется говорить хотелось бы конечно в какой-то момент чтобы аудитория выросла и мы начали просто путешествовать что-то там снимать я просто когда вот даже поехал в турцию с эльдаром про тот вот влог который ну наверное когда-то выйдет он кстати смонтированный без шуток он типа просто смонтированный от аду я нужно туда немного подснять стендапа как-то чтобы я рассказывал повествовал я никак не могу собраться но это я просто ленивый так вот к чему это я когда приехал и понял то что так вот я на отдыхе и прикольно было бы это заснять это такой за а если это делать как какой-нибудь там лядов или птушкин это вообще не отдых ни на секунду можно потом наслаждаться этим этой работой после того как она проделана но вот сам вот этот момент отдыха его нет ты всегда работаешь ты всегда снимаешь ты всегда думаешь как вот это снять как вот это снять а я говорю если речь идет о камерах каких-то микрофонах это вообще x3 за поэтому удачно путешествовать кайфовать ничего не делать снимать и зарабатывать поехали где-нибудь под солнышком настя и женя воспитывают дочь варвару ей год и девять месяцев пока варвара ничем не занимается я не считаю что нужно ее водить на какие-то там кружки развивашки я всего 1 и 9 зачем ее забивать ее мозг лишней информации она ко всему придет сама если она чего-то не узнает сейчас она узнает детском саду не узнать детском саду узнает школе у ребенка даже не узнает школе узнает в универе не узнает в универе узнает на работе будет детство по крайней мере хотя бы лет до пяти привет крошки макарошки мы проснулись я супер мама потому что я не терроризирую свою дочку я просто воспитываю счастливую добрую девочку ну сейчас мы за этим и посмотрим соперницы направляются в гости к анастасии в подмосковный город щелково сегодня они оценят ее в трех категориях самореализация хозяйственность и воспитание детей а в финале специалист по семейным отношениям психолог проекта виктория дмитриева отдаст свою десятку той кто в ее взгляд достоин вы видели какая там у нее смена прическа была на финале смотрите шением психолог о поля а вот и парикмахерские умения наконец-то включились проекта виктория дмитриева отдаст свою десятку той кто в ее взгляд достоин титула супер мама не супер мама супер мам чтобы наши мамы по достоинству оценили настины успехи она решила устроить настоящий день открытых дверей причем в прямом смысле слушайте она что-то никто не встречает настя куку мы здесь когда настя выскочила с кастрюлями и вот все во всем подобном я была в шоке как воспитанный человек я конечно поулыбалась но в душе я понимала что это не смешно можно сказать страшно ну я как бы ну ну пока я не очень понял данные приколюхи возможно пока просто нужно время какой-то вот чтобы она раскрылась и я уже такой а прикольно прикольно да реально я была шокирована я не ожидала такого приема тут как бы опять же я же не скрываю возможно просто я старый постарел не шарю не понимаю не чувствую как вот как раз две дамы которые сказали что они шокированы я думаю что да я просто постарел в это все то есть молодняк сейчас думаю просто ушел в лютейший хахандры Ты, наверное, готовила. Нет, вы попали в царство королевы батлов. Анжела, какие люди пришли к нам, неужели? Неужели вы почтили нас? Сами присутствуют. Я боюсь, что после этого... Опять шарахнет. Повеселила, подняла настроение. Внешний вид Насти меня не шокировал. Я так ее себе и представляла. Вот именно так. На постоянке. Чего стоить в кошелке? Пойдем попляшем. Я с порога хотела удивить девчонок. Показать то, чем я занимаюсь. Чтобы они немножко вовлеклись в эту атмосферу. Но они же пришли в мое царство, королеву батлов. Они должны были посмотреть, какая я веселая. Девчонки шокировались, наверное. Смеялись, но они очень удивились. Проходите, девчонки. Как-то мало места нам. Ну, хоть эти девчонки. Возьмем мало места. У нее уже нет. Квартира маленькая, но очень чистая. Вот это сразу бросилось в глаза, чтобы даже потолок там, не знаю, сверкает. Моя любимая концепция – оранжевая кухня. У меня тоже первая кухня была оранжевая. А я люблю посмотреть на оранжевую. Настроение, мне кажется, поднимается. Она сказала, на оранжевую. Это вот про что я говорил, вот это слово оранжевую. А я люблю смотреть на оранжевую кухню. Там сосиски еще лежат. Ага, супер. Кухня меня вообще, я не могла. Я думала, у меня глаза лопнут. Это вырви глаз называется какой-то. Ну, в общем, полная бескусица. На ее месте я бы не пошла на проект даже. Блядь, как жестко. Меня бы было стыдно показать на всю страну, как она живет, конечно. Вы снимаете? Ну, мы тут единственное, как бы, я не буду ни в коем случае ее оправдывать. Вообще, начнем с того, что да, это ее мнение. Оно не какое-то там токсичное. Мне пока что так кажется. Но тут надо еще учитывать, какая у нее квартира. И там есть какое-то количество денег, да? Возможно, в каких-то размерах чуть выше, чем у многих других. Вот, поэтому ее понять пока что можно. Но если будет вот так вот все подряд обсирать, конечно, это уже никуда не годится. Эту квартиру или она ваша? Мы взяли ее в ипотеку. А почему ипотеку? Вы приехали откуда-то? Жень, с Ростова, я с Тамбова. Ну, вот это тоже какой-то тупой вопрос. Типа, а что, ипотеку берут только те, кто откуда-то приезжает? То есть, знаете, типа, все москвичи, которые родились в Москве или петербуржцы, просто типа 19 лет, мне вот эту трешку на Петроградской, да, за наличку, какая нахуй ипотека, вы угараете, я же отсюда. Если бы я приезжий был, понятна ипотека. Ну, как бы мы говорим сейчас о разных вещах, я коренной. Коренной житель, ебта. Ладно, я перебрал немного, ну, вы поняли, короче, очень странный аргумент. Встретились здесь, и все, у нас все по плану было. Зачем обоженились, потом брали ипотека, потом ребенок. С нами мама живет моя. Мама у меня такая прям чистоплотная, чтобы везде был порядок. Ни один здравомыслящий человек не хочет жить с родителями. В моей ситуации мы бы сняли квартиру маме и так жили. Мы вообще с ней снимали квартиру здесь, в Щелково, вдвоем. Когда мы с мужем взяли ипотеку, мы с ним жили на съемной, переехали сюда, и мы так с ним решили, что зачем она будет платить за съемную квартиру. Пускай лучше платит нам. Нам помогать будет в ипотеке, с нами будет жить. Тем более у нас в планах ребенок был. Теперь мы живем вместе. Для меня такая ситуация неприемлема, потому что я не могу ни с кем делить быт. Они с мужем, с твоим, дружно живут? Конечно, иначе мы бы не жили бы вместе. У них сразу сложились хорошие отношения, и я скажу больше, это он сам предложил, чтобы мама жила с нами. Ну, мама у меня постоянно работает до поздна, до 11. Они как бы не пересекаются с собой. А готовят кто? По-разному, когда я, когда мама готовит. А ты уже готовит? Вообще, когда с нами мама не жила, я очень любила готовить. Но когда у нас поселилась мама, то я обленилась. Вот здравствуйте, Виктория, для начала, а не сразу комментарии. Поздороваться надо же с нами, нет? Пока Настя обленилась только готовить, как только приехала мама. Но в дальнейшем Настя обленится делать и все остальное. Развиваться, строить карьеру, искать себя в жизни. Потому что мама-то всегда под боком. И если что не так, она всегда спасет. Вот поэтому и нужно взрослым людям жить отдельно. Если у вас своя семья, сделайте все, чтобы родители, пусть они будут рядом, пусть они любимы, но жили где-то в другом месте. Это и укрепит ваши отношения, и минимизирует количество ссор, и поможет вам добиваться в жизни большего. Даже если у вас собственная семья и 15 детей, это не значит, что вы стали взрослым, пока вы живете с родителями. Подожди, если мама приходит в 11 вечера, когда жена еще готовить успевает? Ну, я же не говорю, что мама всегда готовит. Конечно, и я готовлю. Я понимаю, что это только слова, что Настя сама готовит, и Настя сама прибирает. Так, ну тут уже начинаются вот эти вот догадки, конечно. Есть в ней немного такое. Точнее, начинает она раскрываться, как такой человек, который во всем видит только под еб, на еб и вообще все вот в этом, и все прочее. Короче, вы поняли. Я думаю, что, скорее всего, это все делает мама. А что ты готовишь? Твоя короночка. Макароны с сосисками. Ну что, кстати, очень вкусненько. Я готовлю, потому что надо. Я не любитель особо готовить, не готовлю какие-то там изыски. Самое обыкновенное блюдо по-быстренькому. Открывай ваш кладень. О, нет. А придется меня потерпеть. Было бы, конечно, круто снять вот эту вот х**ню с головы, с париком и... О! Ладно, королева батлов, я забываю. Так. Супчик, наверное, начнем. Это что? Жирненькое что-то. Супчик был жирноват. Ребенку вряд ли, наверное, я бы кормила таким супчиком. Так, следующее. Креветочки. Так. Там мы любим. Пахнет мне очень. Так, дальше. О! Крышечку. Почему мясо вместе с картошкой перемешали? Потому что я так делаю. Даже она так делает. Ты можешь не есть, она так делает. Барина тупорылая. Почему мясо с картошкой замариновала? Тупорылая. Что за тупой вопрос? А как она должна была быть замаринована? На деле, что ли? Я раз такое слышу. Сыр! Не знаю, напишите, ребят, как маринуют с картошкой мясо вместе или нет. Я-то точно понятия не имею. А зачем посоченный? Что такое сочели? А, что такое сочели. Потерли. А, а, потерли. Для салата. Чтобы время не терять, Марина. Молодцы. Орешки. Появляется некая неприязнь двух участниц. Я это вижу, и значит, вы тоже видите. Не вижу. А почему в холодильнике? Чтобы там... А почему, а зачем? А это что? Ммм, странно. Ммм, понятно. Мне называлась моль. Ну, орехи, да, в холодильнике. Это, конечно, потрясающе. Это... Паштет печеночный. Паштет? Сама делала. Хочешь попробовать? Ой, да. Ну, так пробуй. Хочет, пускай кушает. Ну, я бы никогда этого не сделала. Неизвестно вообще, кто там трогал, какими ложками все это кушали. Блядь. Просто человек из другого мира пришел в другой мир. Как вам такая вот связочка? Печеночный паштет выше всяких похвал. И к тому же, я узнав, что она сама приготовила, ну, глаза округлились. Да можно мне еще хлеб? Очень вкусно. Мне было очень приятно, что Анжела оценила мою готовку, ей понравилось. А девочки как-то с насторожностью не захотели пробовать. Продуктовый набор Насти мне скорее не близок. Ну, это вот, кстати, то, про что я говорил. Я всю жизнь, всю свою жизнь, вот сколько себя помню осознанную, я почему-то, я не знаю, ответ и даже не хочу это разбирать. Просто, типа, мне с этим комфортно. Я очень брезгую еду. То есть, допустим, у незнакомого человека или знакомого вот так вот там на одной-двух встречах дома съесть паштет, который он делал. Я не знаю, почему. Просто вот нет и все, типа, не могу. Пирожки какие-то там, вот эти вот пироги, какую-нибудь там пиццу. Вот так вот. Я, конечно, питаюсь немножко по-другому, но опять же, мы все разные, у всех свои возможности, свои желания, свои вкусы. Я не думала, что Настя готовит. В смысле, я вообще-то наш кибель могу готовить, если захочу. Я думала, ты только веселишься. У Марина ко мне предвзятое отношение, она, видимо, думала, что... Это сто процентов. Я вообще пустышка, ничего не делаю, не готовлю. А тут она пришла и увидела у меня печеночный паштет, который я приготовила. Девчонки, вы уже убедились, какая прекрасная хозяйка. Пойдемте, пройдем дальше. В комнату гостиную я вам покажу, что у меня еще есть. Интересно. Интересно. У Марина, конечно, улыбка, мне кажется, максимально натянутая. Но это в первом выпуске, как раз говорил. То есть, у нее просто такое, типа... Не Инна, конечно, как я тоже говорил уже. Но что-то такое тоже неестественное. Что случилось? Создадим интел. Извини меня, пожалуйста, что меня вчера не было. Я бы с удовольствием приехала, но так получилось, что проблем со здоровьем. Давление поднялось. Мне очень хорошо весь день уезжало. Вчера был день Марина. Я поняла, что лишним не будет еще раз извиниться, объяснить ситуацию и попросить прощения. Молодец, очень хорошо. Ну, мне кажется, она и так уже нормально отнеслась, когда узнала, что там какая-то прям болезнь была. Сегодня тебе лучше? Знаешь, сегодня, да, получше. Так, первый раз у тебя лета уже была? А, нет, не в первый раз. Где-то в ноябре вот такой скачок был. Ну, как бы я придала значение. Пошла к врачам. Обследовалась? Да, все. Я готовлюсь. У меня через неделю должна быть операция. А, операция? Операция, ну, по-женски. Была уверена, что у тебя будет все хорошо. Я тоже в этом уверена. Спасибо большое. Я поняла, что этому человеку хочется внимания и хотелось кому-то открыться. Мы с ней хорошо поговорили, и я ее поняла. Постаралась поддержать, как могу. Анжела, ты у меня вчера в гостях не была. И я знаю, что тебе все равно придется выставлять оценочки. Я подготовилась, я принесла тебе тортик, который сама вчера испекла и угощила девчонок. Поэтому ты оценишь, и оценочку, я думаю, хорошую поставишь. Ей точно не важна победа. Тортик будет вкусненький. Она кусочек тортика мне все-таки привезла. Это было очень приятно. И десятка Марине залетает уже просто в кабинет. Мгновенно. Девчонкам. Марина же да темненькая. Ну, допустим, Марина. Ой, какая малышка. Знакомьтесь, это Варя. Варя. Маленький цветочек, английский цветочек. Привет. Она не может, она умеет говорить? Нет, она еще не разговаривает. Я не видела таких детей. Я не скажу, что у меня он в полтора года много говорит. Но он пытается, а тут вообще ни одного слова не говорит. Заговорит чуть позже. Если она в три не заговорит, да, это надо идти к специалисту. Но до трех она точно должна заговорить. Она рано просыпается. Мы ложимся поздно, часиков так в два, приспаемся в один час. И она тоже в два. Ребенок в два тоже. Мне кажется, детям комфортнее, когда они живут в режиме. Я своих детей приучаю ложиться спать в 10 часов. Но мои дети взрослые, им рано вставать в школу. Как ложиться ребенку в год и девять, решает его мама. Где режим у ребенка? У нас такой режим. Ребенок подстраивается под их жизнь. Конечно, меня это шокировало. А вы свой внутрисемейный режим будете ломать, когда она в детский сад? А как же, как она вставать-то будет? Конечно. Да, то есть вы постепенно будете на час ходить врач? Просто я считаю, чтобы приучать ребенка к режиму, сначала нужно себя начать. Себя приучить к режиму. О, это да. Я в шоке. Ну, это не моя история. Мне это непонятно. Мне это... Осуждать никого не хотелось бы, но для ребенка это ужасно, конечно. Мне кажется, что в таком возрасте нужно все-таки какую-то дисциплину уже вводить. Очень сложно за полгода искать ребенку. Мне кажется, во всех выпусках это транслируется. Абсолютно во всех, которые мы смотрели. Поэтому я со всеми согласен. Все, доченька. Сегодня мы ложимся в девять, а не в два часа ночи. Так как нам там завтра в садик. Так как мы все совы, очень поздно ложимся. Мне в 7 утра вставать вообще не по кайфу. Безусловно, самый качественный сон для восстановления нервной системы и психики ребенка начинается до 22.00. Но самое главное в формировании режима не просто тупо следовать за стрелкой часов, а сделать так, чтобы ребенок высыпался. И в целом их ребенок ложится спать около часа, просыпается в 11, имеет 10 часов ночного сна и, скорее всего, успеет восстановиться. Другое дело, что когда Варя пойдет в садик, ей необходимо будет адаптироваться к новому режиму. И сделать это за два дня невозможно. На это понадобится не меньше трех месяцев. Я думал, она такая, за два дня не получится. И на это понадобится не менее трех дней. Как ты вообще развиваешься? Лучше бы я этого не шутил. Сама, конечно, себе занимаюсь, там цвета учим. Но я вижу, что ей не интересно, и пока я не стою на дне, как куршун. У нее такой возраст, это форма игры должно быть. Ей, когда интересно, она подходит, карточки там с животными у меня сама приносит, типа тыкает, кто это, это, это. И потом мы с ней играемся. Да, отстаньте вы уже от ребенка. Сколько можно заставлять двухлеток учить буквы, цвета, читать Пушкина? Нет, ребенок в два года может удерживать внимание максимум 5-10 минут. И то на том, что ему интересно. А интересно ребенку в этом возрасте бегать, прыгать, развиваться физически. Это заложено природой. Более того, его физическое развитие в дальнейшем подтянет развитие интеллектуальное. Все это очень взаимосвязано. Поэтому не думайте, что если ребенок скачет на площадке, то он не развивается. А если читают Пушкин, то развитие идет быстрыми темпами. Нет, все совсем наоборот. В два года играть с крышечками, бегать, не обращать внимания на взрослых абсолютно нормально. Мне нравится этот пример с Пушкиным в два года. Я не сторонник того, что ребенок должен развиваться сам по себе. Он сам по себе не будет развиваться. Марина, мы уже поняли, что тебе почему-то наш батл-блогер максимально не нравится от слова совсем. Причину пока я не выяснил. Но это видно. Это видно очень сильно. Ты как родитель, ты должна развивать ребенка своего. Меня поразило, что у ребенка абсолютно нет игрушек. Особенно развивающих. Играет она коробками. В коробках крышечки от детского питания. Для меня тоже какая-то странность, как может ребенок играть тем, что мы выкидываем. Тут даже вон Виктория не сдержалась. Так, Виктория. Даю слово. Как раз в этом возрасте дети обожают играть с коробочками, крышечками, лоточками. Вспомните, как любая двухлетка приходит на кухню, достает кастрюли, крышки. И вот в этом счастье. А не в куче игрушек, которые вы заботливо купили и поставили в детской комнате. Это наоборот развивает его фантазию. Потому что игрушка это сразу что-то определенное. А вот что... Сразу что-то готовое, я бы сказал. Что такое эта коробка, ребенок придумывает сам. Ну вообще, да, звучит логично. Я совсем согласен, Виктория, вы как всегда правы. У меня как раз есть для Варюши подарочек. Ой. Варюша, а давай посмотрим... Это вам абонемент в детский мир на 400 тысяч рублей. Карточки, тут интересные животные. Смотри. А покажи, где свинка? Где свинка? Пальчиком покажи. Где свинка? Варюша, а найди мне, где щенок? Она не реагирует вообще. То есть она на своей волне, ребенок. То есть ребенок невнимательный. Абсолютно. Варюша. Я неинтересна с тобой. Ну что-то как-то, мне кажется, немножечко перебор. Уграть. Она поняла, что идет с плохими намерениями. Мне вообще хотелось эти карточки Марине в лицо кинуть, потому что нам они нафиг не нужны. Мы с ребенком развиваемся совсем по-другому. Рисуем и лепим пластилин, и играем в конструктор. Очень любим играть в крышечки от пюрешек детских. Я считаю, что это очень хорошо развивает, во-первых, фантазию, во-вторых... О, одни и те же слова с Викторией. Поздравляю. Память — это вот самое настоящее развитие. Мышка как говорит? Скажи, я не говорю, тетя, ты что, ку-ку? А ты как-то обнимание уделяешь этому или тебе это... Нет, я вообще на это даже не обращаю внимания, потому что... Не говорит, то есть не говорит и не говорит. Сама заговорит. Да, потому что я и мама в три годика заговорили, и поэтому я думаю, что это наследственно нормально. А ты не думаешь, что если ты начнешь ее развивать, то есть... Блядь, как это душно. Просто какая-то ультра-духота включилась. Ну, это какая-то жесть уже, блядь. Она просто портит сейчас из себя впечатление. То есть все так хорошо было в первом выпуске. Ну, не хорошо, а типа... Да нет, да хорошо все было. Что я тут выдумывать сейчас буду? Ну, вот это... Ну, это просто пи***ц. У нее будет речь. Она просто вот вцепилась и жестко еб***. Просто вот по каждой стороне, по каждому фронту. А тебя это не волнует? А тебе не кажется, что она бы уже могла и какие-то химические связи знать? У меня вот ребенок знал. А тут тебе не кажется, что не знать пи-пи-пи, блядь, ну... Соответственно... В каком смысле я начну ее развивать? Ну, например... От того, что она будет знать, что вот эта вот индюшка, ее речь никак не улучшится. Она улучшится. Ну, ты же занимаешься со своим сыном, что он у тебя не разговаривает? Все впереди, в два года будет. Ну, вот когда она такая, у нас все впереди, у нас два с половиной заговорит. Вот сейчас ему будет год и шесть, и мы уже начали алфавит. Мы уже знаем несколько букв. Давайте поаплодируем, это я шматькере. Ладно, это смешно. Марина очень хотела сумничать и проверить, на сколько развита моя дочка. Но Варя у меня еще не разговаривает, и она еще не знает каких-то животных. Но для Марины, видно, это был показатель, что я не занимаюсь дочкой и ее совсем не воспитываю. Развитие закладывается как раз-таки с года до трех. Ебать, пожалуйста, можно в какую-то другую комнату уже уйти? Все, пожалуйста, хватит. Не надо. И это будет влиять и на память, и на речь. Можно я втащу? Нормальный, воспитанный человек. Человек пригласил, который в гости другого человека. Ну, я, наверное, не знаю. Ну, от Насти я сейчас уже ожидаю всего. Ну, а мне кажется, что воспитанный человек при трех взрослых девушках и при съемочной группе не будет давить на одну и ту же, возможно, даже в какой-то мере больную тему. Все, мы выяснили. Ребенок не разговаривает. У них другой метод развития. Зачем задавать еще 6, 7, 8, 9, 10 вопросов ровно на эту же тему, подкрепляя это тем, что она какой-то эксперт, и она такая, а я вот говорю тебе, так будет лучше. Это тоже не воспитание, это не есть ок. И это она еще не знает того, что Виктория, как человек с опытом, я, конечно, не говорю, что она там, знаете, пророк, который вот так и все, как Виктория сказала, но, наверное, человек знает, о чем говорит, и, видимо, нам можно на это опираться. То есть ребенок может не разговаривать до трех, это норм, то, что она играет с крышечками, это норм, развивает фантазию и так далее. Все. Поэтому у кого тут есть воспитание, у кого нет, я бы еще поспорил. То есть Насте сказать так вот, что я тебе вдарю, для нее в порядке вещей. Я тоже считаю, что... Тебе доебоваться до ребенка при камерах тоже в порядке вещей. Во, супер, ставлю лайк, отлично. Вообще, воспитание пушка. Ну, года 9 не показатель, что она не говорит. Ее же все понимают, поэтому смысл ей разговаривать. Вот если бы они делали вид, возможно, что они ее не понимают, она бы, может быть, и как-то пыталась бы сначала знаками, потом, может быть, уже и фразами пошли. Дети очень хитрые существа. Она не говорит, потому что они ее понимают. Поэтому она и не стремится к этому. Я хочу, чтобы у меня было детство, чтобы она не жила своей жизнью детской, а не чтобы она вот с нового года уже у нее были учителя. Она всю жизнь будет еще учиться. Школы, институты. Если она до трех лет, например, не разговаривает, не знает какие-то цвета, и вообще это не показатель для меня. У меня ребенок развивается в свободной среде. То есть я не настаиваю на развитии, что вот сиди, учи. Это желтое, это красное. Нет, к ней придет со временем. Я вообще, короче, считаю, что в ее возрасте не нужно мозг ей загрязнять, какими-то развивашками, еще куда-то водить. Для чего? Зачем? Я, кстати, тебя поддерживаю. Есть вероятность того, что отобьет, сейчас отобьет охотник. Да. Дети к семи годам устают учиться. Я начала заниматься с детьми очень. И тут она такая. Ага, нафиг этот тортик принесла еще одна мразь, которая со мной не согласна. А я говорю, дети должны учить уже все с года. Хотя бы знать, как считается дискриминант Б квадрат минус 4 отца. Рано, когда им было, наверное, годик-годик полтора. В какой-то момент я поняла, что передавило. Они стали уставать. А уставшие дети идут еще и в школу, еще на 11 лет. Это, конечно, трэш. У меня ребенок достаточно поздно. Старший заговорил, сейчас он учится прекрасно. Один из лучших в школе. Вы можете, не знаю, 10 тысяч аргументов каких-то назвать. Она все равно сядет, улыбнется. Видно уже, что у нее лицо краснеет, потому что она понимает, что с ней согласна. Точнее, что с ней никто не согласен. Но у нее своя правда и все. Поэтому какой смысл? Все прекрасно. Так что это все, мне кажется, относительно. По крайней мере, во сколько она заговорит, это точно не имеет значения. Но я про то, что развивать, не развивать. Я про это. Варя очень адекватный ребенок. Мы с ней как раз немножко пообщаться. Все прекрасно. Сидит, играет, не капризничает, перебирает карты. Никого не бьет, не трогает. Ну то есть вообще нет вопроса. Просто сидит маленький ребенок и что-то делает. Все. Понимает, она складывает эти все детальки, что-то из них мастерит, что-то из них придумывает. На мой взгляд, ребенок развит вполне себе по возрасту. Она в садик пойдет. Нет, не согласен. Это и там всему ее научат. Я знаю, что такое садик и кому там нужны чужие дети. Все лежит на плечах матери. И в данный момент, вот в то, что я вижу, какой ребенок... Ой, ну это тоже сотрясение воздуха. Такая хуйня на постном масле просто. Я знаю, какие там воспитатели. Возможно, когда-то в жизни попался какой-то воспитатель плохой и все, теперь все плохие. Как в пацанках. Один раз там папа в детстве ударил, все, все мужики гондоны, на всю жизнь все ублюдки. Ну как можно так мыслить? Ну я понимаю, там пацанки пришли с поломанными жизнями. Ну у них есть время много чего осознать, понять и так далее. Но тут сидит взрослый человек и такое мелет. Я знаю, какое дело воспитателям. То есть она что хочет сказать? Что нет нормальных воспитателей? 100% их просто гора этих воспитателей, которые реально относятся ко всем как к своим детям. Ну ладно, может перебрал что прям как к своим, но типа относятся к своей работе очень серьезно и относятся к детям очень хорошо. У меня были отличные воспитатели. Хотя я был в Ухте, это были там конец 90-х. Ну ладно, нет, в садике это пошел, наверное, попозже. Ладно, начало 2000-х. Потрясающий воспитатель, все было круто, все очень хорошо помню. Ну не прям чтобы супер хорошо, но я помню лица воспитателей и помню, что все было реально супер. Ну меня правда отец им угрожал, что типа если к моему сыну будете плохо относиться, подъедет на каком-то там черном джипе с друзьями и так далее, но тем не менее. Ребенок это ленивая мама, которая решила, что ребенок ее будет развиваться самостоятельно. Пожалуйста, Виктория, дайте ей пизды. Марина, очевидно, путает образование и развитие. Развитие ребенка происходит само по себе, этим не нужно усиленно заниматься, нужно просто создать для этого комфортные условия. Подобно тому, как садовник растит розу, он не трогает ее, не тянет вверх ее лепестки, он просто создает условия, чтобы она росла. То же самое с ребенком. Если мы будем насильно развивать его, тянуть вверх, то это только навредит. Поэтому не переживайте, ребенок развивается в своем темпе. И образование он тоже обязательно получит, но уж явно не в два года. Когда в садик планируете отдавать? Ну, если честно, в садик я бы ее сейчас отдала бы, но мы пока на грудном скармливании, и пока я тучу, не отдаю. Ну, в два с половиной года вообще планирую отдать. Кстати, это интересная тема, потому что мой сынок тоже все еще надграл груди. И когда ты планируешь вообще, и как главное? Ну, у нас это вообще проблема, я не представляю, как я буду ее тучать. Когда у меня главное нет дома, она может спокойно себя вести без груди. А если я, то все. Я вообще не знаю, как ее тучать буду. Ну, вот и ты сама ответила на свой вопрос. Почаще отлучаться из дома. Куда они? А куда? К соседям. Тема грудного скармливания – это главное. Можно к Марине в гости заходить? Ну, так, периодически. Как идея. Главная тема – спорщик всей страны. И здесь, я считаю, что каждая мама правит сама решать, да, скольки ей кормить ребенка. Я воспользовалась древним таким бабушкиным способом. Я намазала грудь полынью. Горькой полынью. Она один раз близнула. Я сказала, ну, все, молоко испортилось. Полтора года, ну, вот как твоя, она же все понимает. И говорит, все, испортилось молочко. Невкусное, горькое. Пусть как гуманно. Давай вот кифирчик. Хорошая идея. Пока я откладываю этот вопрос, поэтому, когда придет этот вопрос, я почитаю какую-то научную литературу. Найду я какой-нибудь способ. Ну, полынью я считаю мы. Тут видно вот научная литература, к которой ты так сильно прислушиваешься, не совсем-то и работает. Потому что, судя по тому, что ты там начиталась про развитие и так далее, это как-то не клеится с реальностью. Не в том веке, чтобы грудь мазать полынью. Не будем издеваться над ребенком. У меня было проще, я детей вообще не кормила. Я после того, как родила, молоко пропало, и дети не просили, сразу бутылочки были. Девчонки, я пойду варюшку уложу спать, и мне нужно сходить в магазин. Поможете мне? Конечно, поможешь. Подожди, а ты грудь наденешь? Вот эту свою кастрюлю? Нет, на верхнюю одежду как раз прицепите. Мы с тобой. Вас в магазине ждет. Совсем другое. Совсем другая история. Такая, что у нас в магазине. Пожалуй, мы дома останемся. Надеюсь, в магазине не будет никаких танцев, пранков, потому что... Хотя... Будет и будет, как говорится. Я решила... Решила прядеться в старушку и пойти поюморить немножко. Батюшки, это кто? Да! Кошел, старый, помогите, баб Насте, до аптеки дайте! Как же это плохо. Настю я не узнала сначала, но по голосу поняла, что это она. Ну, не то чтобы плохо, я не знаю, но вот кто-то, наверное, меня понимает. Кто-то не понимает. Не хочется это как-то пояснять, просто это как будто бы вот мы... Мы в 2000... Ладно, какой год это? Сейчас скажу. Это 8 месяцев назад. Это 23-й год. Ну или не 23-й, хорошо, конец 22-го, да, или как там. Не хочется считать. Ну это все уже... Ну это вот... 17-й, 18-й? Супер, круто, пушка. Ай, все, ладно. Давайте смотреть, что будет дальше. Окей. Я была в ожидании. Баба Настя, вас сейчас жизнь научит! Я хотела девчонок просветить свою деятельность. Я хотела над ними пошутить, а то они слишком грустные, все злые какие-то, занудные. Я хотела уже как-то развеселить этот день. Здравствуй, милочка. Добрый день. Я тут с внучками пришла. Хочу научить их уму-разуму. Можно тебя, милочка? Иду, иду. Милочка, мне надо, чтобы они перестали плодиться. Им уже по 50-й. Я не могу, это просто кошмар. Мне даже смотреть это тяжело. Они планируют еще. Эти резиночки, они у вас по сколько штук продаются? Где по 12, где по 3. Да, давайте, ребят, я открыт. Вы знаете то, что крайне-крайне-крайне-крайне редко происходит такое, то, что я там какой-то комментарий беру и такой. А что непонятного, знаете, там как-то вот... Короче, задеть меня действительно тяжело, очень тяжело, потому что я понимаю, что кому-то это смешно, кому-то нет. Но вот напишите, вот это типа прикольно? Ну вот есть те, кто, допустим, сейчас смотрит и такой... Вот, ну, честно, напишите, пожалуйста, и все. Просто, может быть, я как-то по-другому на это... С другой стороны, даже если кому-то смешно, как я на это буду по-другому реагировать? Все верно, никак, поехали. Меры разные. Разные, вкусы разные. Марин! Все, что происходило, это позор какой-то. Я решила, что я подыграю ей. Постою, немножко попозорюсь, но ничего страшного. Я бы так не стала, но поучаствовать в этом я могла. Вкусный вкусный. Клубнику бери. С каким вкусом? С сладчим. Оля, а ты с каким будешь? У меня нет необходимости, спасибо, дорогая. Давайте, вот, 12 штук. А мы их делить еще будем. Делить будем. Милочка, а я думаю, у вас что? Это бальзам для губ? Нет, это смазка для интимного сношения, бабуля. Давайте возьму, Анжела, у тебя с каким вкусом? Мне вишенку хочу. Настроение хорошее, я решила подыграть. Шок меня это не ввергло. Я с удовольствием включилась в игру. Почему нет? Вишенка. Какая озорная она у нас. Вишенка. И вот эти мне с пупырышками возьми. Давай, милочка. Девчонкам, я думаю, что понравилось. Они посмеялись. Продавщице тоже очень понравилось. Прям вот супер. Довольно максимально. Снимает какие-то камеры, какое-то издевательство. В самый разгар рабочего дня то, что нужно. От души. Больше, конечно, принимала участие в этом розыгрыше, Анжела. Я даже была очень удивлена, что она поддалась вообще этому. Я на улице подожду, ладно? В аптеке ситуация для меня была неприемлемая. Я не готова играть в этот фарс. Для меня юмора там не было. Айгуша! Да, вот это, наверное, основное. То, что... Тут нет юмора. Ты что, презерватив не хочешь? Для себя внутри я просто поняла, что я подыгрывать не готова. Мне не смешно, мне это неприятно. Для меня шутки ниже пояса, за рамками моего образования. 911 рублей к оплате. И, корвалолочка, положите бабуле. Цены нынче какие? 900 рублей. Пожалуйста, и корвалол для успокоения души. Всего хорошего. Спасибо, милочка. Пойдем, девчонки. Будете бабулю учить, как этим нынче пользоваться. Затейница. Слава богу, это закончилось. Вообще просто, что это было. Ну что, девчонки, понравилось мое задание. Мой прикольчик. Для меня это был очень шок. Ты нам расскажи, что это было. Ты такие там вещи озвучивала. Застеснялась, да? Ну, скажем так, такие вещи предпочитаю оставлять для себя, а не участвовать в фарсе. Оля у нас вообще такая прям скромняшка, стесняшка. Я ее, конечно, понимаю, у каждого свое право, у каждого свой юмор. У меня такой юмор. Я вот такая. У меня такой образ жизни. Я снимаю баттлы. Расскажи подробнее, что это за баттлы такие? Задания блогер друг другу задают, и ты их идешь и выполняешь. Ну, они простые задания какие-нибудь такие, нестандартные для любого человека. Ради денег? Нет, никаких денег. Там еще никаких денег. Просто ради развлечения. Шутки-приколы ее мне не откликаются. Я готова в них поучаствовать здесь и сейчас. Ну, а так, чтобы в долгую, нет. А так, чтобы в долгую, нет. Ну, это игра. Ну, дай бог, наиграется, успокоится. Что тебе это дает? Расскажи. Это дает мне эмоции. Эмоции моим подписчикам. Им очень нравится. Они всегда ждут каждый мой баттл. Я прям ощущаю себя, прям, я не знаю, как это объяснить. Как актрисы какой-то в роли вживать. Мне прям невозможно это нравится. Я бы поняла, если бы ей было там 18-20 лет, и вот она так веселится. Но она мама и почти уже 30. А что тогда дает тебе деньги? И вообще ты зарабатываешь на этом? Ну, пока я только начинаю. Ну, так понемножку зарабатываю. Но у меня нет в целях, когда буду сейчас начать зарабатывать. Я пока только вкладываюсь. Потом уже буду зарабатывать. А вообще в будущем ты не хочешь куда-то устроиться работать? Нет, конечно, работа это не мое. А ты себя представляешь в будущем? Ну, так веселухой бегать старушкой. Конечно. Она веселит сама себя. Она ребенок, который хочет развлекаться. Ну, не настолько, конечно. Но я, в принципе, такого комментария ожидал. Ей больше ничего в этой жизни не надо. То, что вот она именно вопрос задала, типа, а не планируешь устроиться на какую-то работу официальную? Это тоже было максимально ожидаемо. Надо ей просто, вот ей весело, и вообще все хорошо. Ты вообще не работала. Если она недавно относительно начала, я не знаю, там, какие сроки, то в целом это нормально, потому что мало людей начинают какой-то формат снимать и потом снимают его всю жизнь. Но это реально единица. Обычно происходит просто какой-то пиздец вот такой вот. Поэтому, как бы, ничего в этом страшного нет. Но то, что вот сейчас было вне видео, а вот в жизни, ну... Надеюсь, станет лучше. Как не работала? Конечно, работала. Я работаю 17 лет. Я училась, кстати, на парикмахерах. Пока я училась, я работала в магазине на кассе в гипермаркете. Потом я работала в двух парикмахерских. Потом мы с напарницей решили снять помещение и работали на себя. Потом я забеременела, и все. И решила, что работа – это не мое. Мне кажется, Настя вообще все равно, чем заниматься. Она может упустить то золотое время, когда можно учиться, когда еще легко входят знания в твою голову. Она выпускает этот момент. Но если сейчас в соцсетях есть возможность зарабатывать, почему не пользоваться этой возможностью? Как бы я сейчас делаю все возможное, чтобы развить свой блог, и мне это приносило прибыль. Чтобы на этом... Хотелось бы и сказать, если бы я там был, то, что нет смысла это все им объяснять. Потому что в тот момент, когда у тебя появятся большие деньги от блогерства, и ты найдешь свой формат, у них будут совсем другие лица. И только вот Марина будет до конца держаться в этом образе. Типа, ну не знаю, я не понимаю. Для меня, конечно, деньги не в первую очередь. Важно то, чем ты занимаешься. А по мне так это странно. Но в целом, конечно же, в душе все такие, бля, круто. Блин, вот бы мне так же. Ну ладно, не обязательно, конечно, вот бы мне так же. Я как бы не уверен в том, что все мечтают там блогерами стать и деньги от этого получать. Но с появлением денег и с появлением аудитории, с появлением цифр у всех, ладно, у 99% людей очень сильно меняется мнение. Так скажем, проверил это на своей шкуре и услышал подобную историю от порядка 10 знакомых. Погнали. Заработать, ну я думаю, тут нужно быть более профессиональным человеком и вообще более грамотным даже. Я посмотрела твой блог и вижу, что там ты немножко рассказывала сначала я о материнстве, смотрела там, что ты даже какой-то хотела марафон или вела марафон по похудению. Сейчас смотрю батлы. То есть ты ищешь себя или ты нашла себя? Я себя уже нашла. Нашла, то есть вот это последнее. Да. Ну не знаю, Настя, подписчиков не очень много. Просмотров смотрю у тебя тоже там не сильно много. Скакать вот так вот всю жизнь не будешь. В общем, мне немножко непонятно. Ну это ужас, какая-то дизмораль пошла какая-то кухонная. Плюс ребенок еще плачет. Я уже реально хочу, чтобы это закончилось. Вести блог, он нулевой, денег не приносит. Я так не могу. Я привыкла делать. Помни, на самом деле, много подобных разговоров было. Я снимал такие вайны, что никто из вас их не видел. Максимум, вот сейчас кто смотрит, максимум два человека могли видеть. Это была страница One Two Jam. Она очень старая, с 19-го года велась. И там были некоторые вайны, которые... Ну я через пару лет, если бы нашел бы их, я бы на них снял реакт. Потому что, ну это... Ну то есть вы бы просто головой пи***нулись, если бы увидели, что я снимал. То есть вы вообще к этому не готовы, если что. Получает результат. И лучше, конечно, чтобы он был финал. Там вот я вот, что сейчас в голове помню. Вот это, знаете, самый низкий уровень юмора. Причем я в жизни так не шутил, но я такой, ну вайны так снимаются. Там вот был вайн из разряда типа, пердеж в машине, когда со мной девушка едет. Ну вот, короче, это было настолько плохо, что я даже когда это говорю, мне плохо. И при этом представьте, сколько, ну каких-то там родственников или каких-то там знакомых, или в универе людей это смотрели. Наверное, они как-то понимали, что это полный пи***ц, и что они мне потом говорили. Типа, я таких разговоров слышал, ну не знаю, штук 100. Нюансами связанный. И это всегда ужасно. То есть всегда я смотрю на человека и думаю, ну давай, давай, пи***ц, давай. Замечательно, все великолепно. Но я не верю, что это может быть в долгую. Баттлы это, ну вот сегодня. Ну сейчас вы наиграетесь всем песен. Да, веселись ради бога. Ну просто потом тебе это, ну надоест, потому что ты или в это заигрываешься надолго, или, мне кажется, останавливаешься. Мне кажется, что ты остановишься. И она тоже не совсем корректно сказала, типа, все, я себя нашла. Вот, вот, все, я баттлерша. Ну какая ты баттлерша, типа. И куда ты уйдешь в другой сторону? Куда? Пока не знаю, не готова сказать на сегодняшний момент. Но однозначно у тебя другая жизнь совсем будет. Круто развернется. Я, мне кажется, если по-честному, по сей день в каком-то поиске нахожусь. Сказать, что, типа, все, я топовый, устоявшийся реактолог. Нет, конечно, мне понравилось вот это живое выступление. Может быть, я бы попробовал через силу, через страх как-то в стендапе себя открыть. Может, там бы люди меня по-другому увидели. Может быть, я бы делал какие-то офлайн-шоу. Может, какие-то онлайн-шоу. То есть у меня в голове много идей. Второй вопрос, почему я это все делаю настолько медленно. Но это уже как бы совсем другое. Но нашел ли я себя? Нет. Я в очень активном поиске с какими-то неплохими устоявшимися результатами. Но я себя не нашел. Надо как-то идти дальше. Она немножко стоит на одном месте. Она не знает, вот эти все приколы, вот эти все баттлы. Но не на сегодня, мне кажется. Но не в долгую. А я в этот момент, в эти годы уже знала, что, чего я хочу дальше. А кто же у вас тогда работает? Муж, конечно, наш добычек семьи. Понятно. А где? На фармацевтическом предприятии лекарства изготавливает. Ты там веселишься, себя веселишь и народ. А у вас ипотека, и вообще содержать семью надо. Я бы не сказала, что он мало зарабатывает, но и немного, как бы хотелось бы нам, но нам и хватает на все. Муж там работает, а она веселится. Если бы мама не помогала выплачивать ипотеку, то, наверное, на одну зарплату мужа, я думаю, они бы не прожили. У нас не цель, что я буду сейчас популярный миллионник, и мы будем вместе зарабатывать на блоге. То есть ваше желание с мужем зарабатывать только на блоге? Мы пока так далеко не думали, но пока цель такая, да. Я считаю, что нужно получать удовольствие. Что-то позитивное, радостьное. Если ей это приносит удовольствие. В данный момент? Будет ли стоять за этим будущее? И сможет ли она на этом заработать, как она мечтает? Жизнь покажет. Но я так поняла, что она достаточно гибкая. Если она поймет, что это выходит из моды, и сейчас это не так актуально, она переключится на что-то другое. Она же там проводила какие-то марафоны по похудению, еще что-то с ней. Она, в принципе, в ней есть вот эта гибкость. И это очень здорово, что она может менять вектор своего развития. А вообще, если заглянуть на будущее, вот смотри, продолжаешь ты свой блог, муж вкладывается, год прошел два, ну, нету миллионов. Если я себя не найду до того момента, пока я дам варюшку в сад, значит, мы рожаем второго. Отличный план. Один из лучших планов, которые я слышу. Мне показалось Настя неопределенным человеком. Она не понимает, что она хочет. Она сама еще не решила для себя, что там с ее жизнью будет. Муж мужем, но мне нужно вас накормить. Мамам предстоит узнать, будет ли кулинарный контент от Насти такой же эпатажный, как в ее блоге, или хотя бы здесь можно будет передохнуть от сюрпризов. Десенки, проходите к столу. Вчера мы пробовали Цезарь с курицей у Марины, а сегодня попробуйте Цезарь у меня с креветками. Я думаю, что это прекрасно. Муж на работу ушел, мама сейчас к нам подойдет. А, у нас сегодня мама. Да. Я хочу ее с вами познакомить. У вас хорошее отношение с мамой, да? Да, конечно. Иначе мы не жаль бы вместе. Маме я всегда звоню, всегда советуюсь. Она для меня больше как подруга, нежели мама. Вот, как лучшая подруга. Тебя интересовал вопрос про мою личную жизнь. Там дети у меня лежат, лежит со мной ребенок. А у тебя в соседней комнате мама лежит. Это как происходит? Мы в подъезд выходим. А не было желания жить отдельно, да? Ну, если бы у нас было желание отдельно, мы бы жили отдельно. С мамой огромный плюс жить, это то, что мы можем в любой момент с мужем оставить ребенка посидеть. И мы можем проводить вместе время, куда-то уехать, куда-то сходить вдвоем. Для нас это важно, чтобы мы как можно больше вдвоем уделяли внимание, время себе. О, мама. Да, ну если вот действительно она не врет, ну, я сейчас не хочу быть Мариной, которая такой, ага, ясно, вранье. Если действительно вот прям типа им суперкомфортно и супер всем нравится, то как бы и что лезть? Ну, живут и живут, хорошо, все, пожалуйста, живите сколько угодно. Здравствуйте, девочки. Здравствуйте. Я вам мяско принесла. Знакомьтесь, зовут Оль. Меня Ольга зовут. Это нормально, это член семьи, и она хотела нас ввести чуть-чуть в свою семью. Совершенно нормально, что она решила нас познакомить с мамой. Что вы расскажете интересного? Какая хозяйка она у вас? Хорошая хозяйка, Настя. Хорошая мама, хорошая жена. А самое главное, хорошая дочь. Она хорошая у них, но в чем она хороша, я так от мамы сильно и не поняла. А как вы относитесь к ее баттлам, как она висит? Ну, тоже это какая-то, блядь, какая-то хуйня. Это вот как типа, я свою дочь люблю, и потом я на синхроне. Вот она сказала, свою дочь любит, а я не услышал, за что? Ну, как бы любит, любит классно, а за что? Ну, просто любит, блядь, и так же она считает ее просто хорошей. Что, нужно пояснять? Она хорошая в серфинге, блядь. Декрет пройдет, начнется новый декрет. Мне очень понравился, очень комфортный человек. Она самый первый зритель мой. Я только сейчас монтировала. Давай, Слю, покажи. Я вообще не поверю, как может мама радоваться вот таким шуточкам? Нет, ну я не то, что радуюсь. Нет, конечно, я не радуюсь, но я нормально к этому отношусь. Ну, мама есть мама, которая защищает свою дочку любую. А в подростковом возрасте она какая была? Такая же веселая, так же вот она себя вела? До четвертого класса она была отличницей. А потом вот как я уехала, все, она съехала и стала троечницей. Я в 13 лет уехала, она осталась с мамой. Я не могла там остаться, потому что там работы не было, поэтому я уехала. Ну, типа да. Она стала плохо себя вести. На танцы рано стали ходить. С мальчиками встречаться. Учиться она не хотела. Мама своим уездом расслабила ребенка. Мамы нету, папы нету. Веселится, делает, что хочет. Что еще остается делать ребенку? Не хочу. Снимать батлы. Учиться не хочу, ничего делать. Вот все повлияло на ее дальнейшую жизнь. Блин, Марина, реально все. Вот считай, как расклад какой-то был. Полностью согласна, уверена, что ровно так и было. До сих пор продолжается это детство, которое... Вижу, вообще Марина, да, зовут? Ну, вроде да. Которая началась там в 13 лет. Поэтому я так считала, что парикмахер для нее оптимальная профессия. Предложила, говорю, Настя, пойдешь? Она говорит, пойду. Она всегда... И, кстати, она потом не пожалела, и я не жалела. Она выучилась и неплохо, в принципе, зарабатывала. Меня восхитили близкие отношения Насти с мамой. Далеко не всем удается сохранить такие отношения. Не просто это для многих. И конкретно у Насти мне показалось это очень гармонично. Скажите, нам Настя рассказала о том, что ее мечта — это заниматься только блогом вместе с мужем. Вы готовы ее в этом поддержать? Вы верите в это? Поддержать-то я готова. Ну, мамочка всегда хорошая, лучшего желает своей дочери. Понятно, что мама того поколения. Вот все эти баттлы она может поддерживать как угодно, но в голову, я так понимаю, она не может вложить то, чем занимается ее дочь. Ну, я, наверное, пойму маму, потому что она на год моложе меня, ее мама. Поэтому мама любит дочку. Мама играется сейчас в дочке-матери и в то, что дочка любит. Но мама четко стоит двумя ногами на земле, и она понимает, что профессия нужна. Ну, я думаю, что сейчас три года Варечке будет, и она пойдет работать. Кем? Ну, парикмахером. Она очень хорошая парикмахер. Она нам сказала, что она не хочет уже стезю парикмахера. Да? Ну, я думаю, что захочет через год. Вот вы живете в мире. Супер, отлично, тоже просто лучшая поддержка, которая могла бы быть. Ну, сейчас набегается и, конечно, пойдет парикмахером. Вот, если бы мне мама так сказала, типа, сейчас напердится в машине там в своих вайнах, а потом в банк опять пойдет. Я бы не был рад, скажу честно. У меня есть, мама, у вас небольшая квартира, и у Насти своя семья. И вы, как вы делите кухню? Кто у вас хозяйка? Кто главный? Есть ли у вас кухня? Ну, конечно, у нас бюджет разный. А продукты разные? Нет, продукты нет. Конечно. Ну, кушаем мы все, мы вместе готовим. То есть, когда у меня выходной готовлю, я, когда я работаю, Настя готовит. А сказали, бюджеты разные. Разные. Ну, как у них свои деньги, у меня своя зарплата. Ну, то есть, покупаете то, что купила, а потом уже... Нет, мы не скидываемся. То есть, я покупаю, они покупают. И если я хочу мороженое, я покупаю три мороженого. Жене, Насте и себе. Так же, например, там и Насте. То есть, мы покупаем, если шоколадку, то три штуки. Ну, вы как-то даете дочери советы, как ей лучше вести хозяйство, как лучше с мужем общаться? Нет, сейчас нет. Сейчас у меня только варюшка. Меня волнует только моя варюшка. Вы занимаетесь, воспитываете? Не то, что воспитываете. Я развлекаю. Воспитывают ее пусть родители, а бабушка балует. Настяна мама поддерживает Настю во всех ее начинаниях. Она сама при этом признает, что не все она понимает, не все, допустим, одобряет, но она поддерживает ее. И это самое главное, на самом деле, что должна сделать каждая мама. Просто поддержать своего ребенка на пути каких-то исканий. Мы все поняли, что Настя, пока она ищет какой-то слой Путина, пробует разный инструмент. Вы помогаете? Конечно. Это же моя солнышка. Воспитании или в хозяйстве? В чем больше и вообще как вы помогаете? Конечно, готовлю, убираю. А варюшку вообще для меня цветочек мой. Хотите еще внуков? Ну, я пока наслаждаюсь тварей, поэтому я не знаю. Как бог, дусть. Сама Настя до сих пор неповзрослевший ребенок. И я вот ее сейчас поопекаю, порешаю все за нее. Это для меня неприемлемо. Спасибо большое за ужин. Но семья ждет, пора возвращаться домой. И скоро встретимся. Спасибо за гостеприимство. Да, давайте, девчонки, до встречи. А, глядишь, тридцатку мне навалят. Встретимся. Спасибо. Очень круто было. Супер. А сейчас Настя встретится на личной консультации с психологом проекта Викторией Дмитриевой. Ну, вот она и в парикмахерскую уже, блин, сгоняла нахрен. Здравствуйте. Здравствуйте. Анастасия, у вас есть большая мечта стать известным блогером, миллионником, звездой? Да. Или же у вас есть большая мечта просто больше не работать? Нет, я бы так не сказала. Я трудолюбивая. Да? Вы там говорили, что я хочу, чтобы я на своем блоге раскрутилась, заработала много денег. Да, 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 я на это обратил внимание. Уехала куда-нибудь на моря и больше не пришлось работать. Мне кажется, что есть, во-первых, какая-то у вас иллю... И она сидит такая. Это реально. Ну, я уже сто раз говорил. Сто тысяч раз. И я думаю, каждый блогер, которого вы смотрите, так или иначе, хоть раз эту тему поднимал. Это намного больше работы в итоге. Это не 8 часов. Это... Ой, блядь, я не буду это объяснять, короче. Жалко пока, что она не понимает. Мало подписчиков, и что это уже большой труд. Что будет дальше, я даже представить пока не могу. Вангую, что если блог разовьется, там станет очень много работы, очень много взаимодействия с читателями, с контентом и так далее, то вам покажется, что это слишком тяжело, и вы тоже это бросите, и будете дальше искать себя. Примерно то же самое, что произошло, ну, условно, с парикмахерским вашим делом. Потому что на самом деле и то, и то работа. И это иллюзия, что на какой-то работе мы можем все бросить, уехать на острова и под солнышком ничего не делать. Это такая немножко детская позиция. Я не говорила, что я буду вот сейчас вести блог, сидеть дома и ничего не делать. Нет, конечно. Вот так вы и сказали. Вот эта фраза «никогда не работать», она на самом деле выдает вашего такого ребеночка. Я думаю, что в какой-то момент, когда она посмотрела в ТикТоке видос про вот этого мужика, помните, который едет на скейте и пьет сок. Я думаю, большинство людей сейчас поняли, о чем я говорю. Эта история про чела, какой-то там мужик, ему не помню, врать не хочется, по-моему, 40 лет, что ли, или что-то такое. Он просто выехал на скейте у себя там в Штатах, просто начал пить сок. Этот ролик невероятно жестко стрельнул, и эта компания подписала, сделали его амбассадором или что-то такое. Короче, выплатили ему, как я понимаю, немалую сумму денег, и сделали его амбассадором этого сока. Но это вы вообще понимаете? Ладно, человек, вам так, вы понимаете, я надеюсь. Но это 0,1% из всех, или там, не знаю, какой-нибудь Даня Милохин, там, ТикТоки снимал, танцевал и стал миллионером. Ну, тогда. Ну, надеюсь, станет еще раз. Ну, это же, ну, это вообще, это единицы. А так надо просто, типа, очень много что-то делать. Как правило, год, два, три, четыре, у кого-то пять просто в стол. Просто для кого-то. Ну, имеется в виду для очень маленького количества зрителей. У детей денег нет. Деньги — это игрушка для взрослых. Чтобы зарабатывать большие деньги и жить на морях в тепле, вообще-то, по идее, нужно работать. Поэтому мне кажется, что здесь стоит уходить от этой детской позиции, что работать — это плохо. Знаете, что нужно сделать, в первую очередь, чтобы повзрослеть? Маму отселить от нас. Или самим отселиться от мамы. Взрослые люди живут отдельно. Вы это понимаете? И вы сами говорите, что раньше я очень любила готовить, но как мама с нами стала жить, я обленилась. Вот что происходит не только с готовкой. Это происходит со всем. Когда рядом с нами родители, тем более такие поддерживающие, принимающие, прекрасные, как ваша мама, так хочется облениться. Ну, а что, если нас устраивает так вот жить втроем? Как бы, если бы нас не устраивал, муж бы сказал. Конечно, вас устраивает. Но что в этом плохого? В этом плохое то, что на самом деле вы не развиваетесь лично, не развивается ваш муж, или развивается намного медленно. Ну, это, кстати, вот ответ на мою речь, когда я сказал, типа, а может быть, действительно им всем комфортно, но может быть, это не так-то и хорошо. ...чем вы могли бы развиваться, если бы мама не была так близко с вами. Она может жить в соседнем доме, она может быть на подхвате, но все-таки опирается взрослый человек на себя, но не на маму. На маму опирается ребеночек. И вот этот вот ребеночек мешает вам, на мой взгляд, реализоваться в полной мере. Я вам честно скажу, не знаю сильно успешных блогеров, которые живут с мамами. Понимаете? Дети порой... Кстати, я знаю одного, без шуток, очень успешного, прям супер-успешного блогера. Я не буду называть имя. Не знаю, почему, кстати, я решил это не называть, но уже все. Но он супер-успешный, прям супер-богатый, прям очень богатый. И живет с мамой. Положники своих слишком заботливых и хороших родителей. Но когда-то нужно взрослеть. И это поможет гармоничнее расти и вашей дочери. Все, удачи вам. До свидания. Я вышла как будто с какого-то суда, где меня отчитывали. Она все правильно говорит, что нужно жить раздельно от родителей. Я всегда как бы за эту позицию, но у нас пока такая вот возможность. Точнее, ее пока нету. Поэтому мы живем вот так. Но не всю жизнь мы так будем жить. Все девушки любят друг друга оценивать. Но проект «Супермама» – единственное место, где это происходит по делу. Сейчас участницы выставят оценки Анастасии. За самореализацию Насте я ставлю 10 баллов. Ни хера себе. Потому что путь, который она прошла, от простого продавца в магазине до достаточно успешного блога, это вызывает восхищение. И я знаю, сколько за этим стоит работа. За воспитание я Насте ставлю 2. Да, да, да. Как и воспитание я не увидела. Она, мне кажется, прям ждала. Это ее вот этот вот прям звездный час. За воспитание 2? Оно отсутствует. А 2 поставила только потому, что ребенок чистенький, опрятный, причесанный, ухоженный. За хозяйственность 8 баллов. Она молодец. Она убирает. Она готовила. Да, слушайте, ну в целом еще и оценки так-то хорошие. Ну, двойка была супер ожидаема, но вот то, что 10 и 8... Она нас принимала. У меня не хватило тапочек. Ну что ж, ребятки мои. Ай, блядь. На этом ролик закончился. Я надеюсь, что всем было весело, познавательно и прочие всякие там слова можете сами накидать в голове у себя. Мне в целом зашла серия. Очень классная. 30к будет следующая. К сожалению, работаем вот по такой вот схеме. Да, я попрошайка. Да, я мерзкий. Я в курсе. Отвечайте на какие-то вопросы, которые задавал ранее. Там они точно были. Пишите, как вам. Подписывайтесь на канал. И в целом до встречи. Думаю, что уже завтра. Да, завтра встретимся, друзья. Все. Целую, люблю, ценю. Пока. Спасибо за просмотр. Пока.